Субтитры сделал DimaTorzok Смотрим, стоит ли это того, я не знаю, это выходит дешевле или нет, но вот эта вот штучка стоит 980, ну 979 рублей. Но тут именно пучки, поэтому у нас будут прям жесткие, скорее всего, ресницы. Или вообще не будут ресниц, я вообще, может быть, лишусь глаз, и вот сегодня мы узнаем это, короче. Я типа приготовилась, у меня не было такого чисто зеркальца, поэтому у меня тут корректоры, и я буду пользоваться зеркалом. И, собственно, сами ресницы, и тут вроде бы в наборе все есть, все, что нужно. Короче, давайте начинать. Более-менее разобралась, как вообще, что делать. Вот это такая... файл-петиблогер. Баночка с прозрачной жидкостью, это клей. Дальше у нас идет пинцетик, которым мы будем все это дело вообще делать. И ресницы. Кстати, вот эти ресницы, которые самые длинные, они невероятно длинные. То есть я даже на накладных ресницах, ну, может быть, видела такие, но они прям выглядят очень длинными, и я не знаю, как это будет выглядеть на глазах. Подвинем камеру. Написано, что можно налить клей на какую-нибудь фольгу, но я не хочу вставать, поэтому я длинную вот куда-нибудь сюда. А, он такой прям очень пустой. Пустой. Я не могу. Закрючку. Вставать-то все-таки придется. Я, короче, вас приблизила, или, не знаю, себя приблизила к вам, чтобы вы видели этот процесс. Чтобы вы видели хотя бы, что-нибудь. Идет распаковка пинцета. Идет распакован. К слову, если меня смотрят люди, которые наращивали себе ресницы, и я там делаю что-то не так, то не обращайте внимания, пожалуйста, потому что я первый раз это делаю. Первый и последний, скорее всего. Все, идет по-плохо, ну. Как-то так выглядит эта сторона. И я посмотрела в интернете, что нужно наращивать закрытый глаз, то есть клеить сюда бумагу, приклеивать, чтобы не моргать и ресницы не отдирались. И, кстати, в чем вообще весь шок ситуации? В том, что, по идее, эти ресницы должны держаться намного дольше, нежели накладные. То есть накладные ты накладываешь и снимаешь в тот же день при снятии макияжа. А эти будут реально как наращенные. Наращенные, вернее. Но я не знаю, насколько это правда. Мы как раз таки и проверим. У меня нечаянно все разом снялось. Почти одна ресничка осталась. Так. Уже начинают возникать проблемы. Вот у меня ресницы только на одной стороне будут. Короче, давайте я попробую попариться без камеры и покажу результат. Надеюсь, он будет хотя бы. Результат вот такой вот. Я сделала себе такой, знаете, лисий. Лисий. Короче, лисий. Не знаю, как долго это продержится, но мы постараемся сделать так, чтобы это было все классно. А теперь мы переходим ко второй части нашего видео. Мы будем делать прическу. И я лишь хотя бы попробую. На самом деле я не буду осветлять волосы. Я постараюсь сделать это из подручных материалов. Но вначале нам нужно переодеться. Я переоделась, надела широкую вот эту штуку. И она очень будет сильно шуршать. Но я надеюсь, что вы не будете на это очень сильно обращать внимание. Сейчас мы будем красить волосы. Но красить волосы не краской, поскольку я боюсь их использовать, а косметикой. Я уже так очень много раз сделала, поэтому я надеюсь, что получится более-менее нормально. И, кстати, ресницы, мне кажется, очень красиво выглядят. И у меня будто бы стрелки, хотя нет стрелок. Для того, чтобы покрасить наши волосы, вернее, наши корни, я возьму LA Girl. Это такой миксер, чтобы разбавлять тональную основу. Он полностью белый, поэтому мы будем выбеливать им волосы. И второе, что мы возьмем... Я просто нашла у себя... Не могла найти, короче, зеленый цвет, чтобы он на неоновый был похож. И из палеточки NYX вот эти два цвета я буду как-то миксовать. Мне кажется, нужно добавить намного больше. Это, по крайней мере, немного работает. Далее мы наносим тени. Ну и какой-то такой результат дал нам весь этот процесс, скажем так. В принципе, в жизни это видно очень сильно, что это не волосы покрашенные. Ну, вернее, что это не краска, а просто какая-то фигня на волосах. Ну и то, если приглядываться. То есть на расстоянии, мне бы сказала, что это не особо заметно. Вот, то есть... Вот, такие вот какие-то дела. Для фоточки, для видео, это прям офигенно подойдет. Поэтому, кто хочет... Я, правда, еще не знаю, как это будет все отмываться дело. Скорее всего, я буду мыть голову два-три раза. Четыре-пять. Но мне нравится просто, как смотрится. Ну и на этом видео подходит к концу. И мне действительно вам понравилось. Мне, по крайней мере, было бы весело. Вот. Если вы захотите что-то сделать подобное, то повторяйте. И отмечайте обязательно меня в инстаграме, чтобы я, не знаю, порадовалась. То, что вам нравятся мои видео. Вот. Обязательно, кстати, ставьте колокольчик на канал, поскольку YouTube сейчас болеет. И многие мне присылают уведомления, даже тем, у кого есть колокольчик. Но лучше вы на всякий случай поставьте, чтобы вам уведомления приходили сразу же. И вы смотрели мои такие странные видео. Вот. И обязательно напишите, как вам все вот это. Выглядит, конечно, не совсем натурально, но прикольно, короче. Это я просто поприкалывалась. Не обращайте внимания. Поэтому, да, я все довольна. Прощаюсь с вами. Хорошего вам дня, вечера, жизни и всего-всего-всего. Короче, я вспомнила, что мне нужно будет голову отмывать, и так или иначе у меня эти штуки отвалятся. И они очень легко снимаются. Еще чем-то проще намного пользоваться накладными, и все. И не париться. Правда. Пыу. Ну, интересный опыт. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok